В новостройке Агурдо, что относится к Сокуузскому району, есть одна лишь единственная колонка. При этом напор здесь очень слабый. Чтобы наполнить вот такую вот канистру, понадобится несколько часов. Оттого уже с самого утра возле колонки стоит большая очередь. Каждый держит в руках посуду, канистры, баклажки, ведра. А все потому, что в их новостройке, несмотря на то, что люди начали заселяться еще 10 лет назад, вода в домах по сей день не проведена. Не можем даже нормально воду попить, не говоря уже о бытовых нуждах. Бывает, даже ругаемся друг с другом из-за воды. Набрать воду, пусть даже с таким слабым напором, с утра везение. После обеда воду и вовсе отключают. Благо, приезжает раз в день водовоз. Но в этом случае за воду приходится платить. Одна тонна 250 сомов. Набрал две канистры воды, однако и этого мало. Хватит ее нам только на один день. Другие от безысходности и вовсе ходят по соседям просить воды хотя бы на чай. Конечно, если есть запасы. Но и это небезопасно, говорит Мари-папа. Приходится пить воду из таких цистерн. Зачастую вода грязная, может стать разносчиком инфекции. Мы ее кипятим несколько раз, но все же наши дети часто болеют. Местные жители решили поставить вопрос реброн перед местными властями. В Акимяти пояснили, что разговаривали с водоканалом. Они готовы провести воду, но только на улице. На что жители отреагировали отрицательно. Они поставили условие провести воду в каждый дом. Централизованно, как и абонементы, водоканал не может принять. Мы решили, что через квартального сделаем общий один договор. При согласовании с водоканалом, с начальством, мы подключим все собранные средства, плата. Через квартального будет оплачиваться водоканал. После переговоров в Акимяти обещали, что уже к 5 августа решат вопрос водоснабжения более 8 тысяч жителей новостройки. Джубека Порбекова, Сентур Абыкеев, Общественный и Первый канал.